Всем привет ребята, меня зовут Богатейший Ди, видео записываю вам практически из автобуса. Сегодня мы снова будем говорить о DaVinci, о котором все почти забыли, или уже забыли, бог его знает. Это видео будет о его краткосрочном прогнозе на биткоин и долгосрочном прогнозе на альткоины. Ссылка на его канал будет в описании, там же вы найдете ссылку на оригинальное видео. Поехали. Добро пожаловать, друзья, мы находимся в Давосе на Всемирном Экономическом Форуме. Мне очень нравится эта тусовка, я также очень рад быть здесь вместе с неповторимым DaVinci. Мы также встретили здесь Дэвида Соломона, генерального директора Goldman Sachs и множество других крутых людей. Здесь жутко холодно, правда очень. Но меня поражают здешние виды, они просто удивительные. Да, это правда. На самом деле, сегодня мы поговорим об альткоинах. Как вы знаете, DaVinci сделал некоторый прогноз относительно альткоинов. Монеты начнут расти в то время, как биткоин будет оставаться относительно стабильным. Этот прогноз выглядел наглым, но как мы видим сейчас, он действительно оказался правдой. Вчера DaVinci проанализировал сумасшедшее количество альткоинов, поэтому мы точно расскажем вам о возможностях некоторых из них на рынке и о том, как далеко они могут зайти. Точнее, он расскажет нам. Мы также поговорим о некоторой краткосрочной перспективе биткоина и о наших впечатлениях о Давосе. Так что давайте начнем. Первым делом мы поговорим о Давосе и в конце расскажем самое захватывающее, поэтому оставайтесь с нами до конца. И тогда вы узнаете, сколько именно иксов возможно для некоторых позиций. Итак, начнем с Давоса, да Винчи. Расскажи нам, что тебе здесь понравилось и может быть ты можешь посвятить нас некоторые подробности. Хорошо. Во-первых, я ожидал чего-то более структурированного, как должно быть у немцев. О, все должно быть вовремя и прочее. Но это город вечеринок. Если вы хотите встретиться с людьми, то вы должны выйти сюда на вечеринку. И это единственный способ, чтобы встретить этих замечательных людей, которые появляются здесь. Ты просто выходишь и проводишь время с другими людьми. Кажется, что это то, чего хотел бы каждый. Хорошо. Итак, мы подошли к альткоинам и его прогнозу. Мы не будем называть конкретные монеты, потому что мы не хотим, чтобы вы после этого видео бежали и покупали те альткоины, которые мы назвали. Потому что это не всегда может оказаться верным решением. Так что теперь мы начнем с краткосрочной перспективы биткоина. Не глядя на график, я могу предположить, что биткоин уже опустился до уровня в 3100 долларов. На этой отметке явно будет большое количество покупателей, поэтому как только он доберется туда, то скорее всего выстрелит вверх. У биткоина будет небольшая проблема с попыткой пройти уровень 4000 долларов, потому что там находится серьезное сопротивление. Но если он пройдет, то не ожидайте курса выше, чем 4450 долларов, прежде чем он рухнет до своего предельного минимума в 1800 долларов. То есть ты говоришь, что сначала мы упадем до уровня в 3100 долларов, и только тогда мы сможем отскочить до максимально возможной вероятности 4500, и затем упадем до 1800 долларов в худшем случае. Точно так, да? А как же 1300 долларов, о которых ты упомянул ранее? Думаешь, что это вряд ли теперь возможно? Думаю, что да. Мы не достигли цены в 5700 долларов, как я думал, потому что это было бы капитуляцией для большинства людей, которые любят кричать о том, что биткоин снова растет. Они бы зашли на рынок, подтолкнули цену вверх, но как только бы рост докончился, они бы опустили его снова вниз до 1300. Знаете, это очень хорошие новости. Спасибо большое за этот инсайт. Я думаю, что он будет многим полезен. Ну а теперь мы доберемся до наших альткоинов. Ты упомянул что-то очень захватывающее вчера, но некоторые люди могут подумать, о нет, я не верю в это. Но ребята, давайте рассмотрим это объективно, и это действительно очень интересно. Ты сказал, что если альткоины начнут расти, то биткоин останется относительно стабильным, и это уже похоже на правду. Но ты упомянул что-то очень захватывающее, хотелось бы, чтобы ты повторил это. Это было определенное количество иксов? Да, я говорил людям, что это правда, потому что это случилось в прошлом, и я предполагаю, что это случится снова. Все монеты четвертого уровня... Стоп. Ребята, если вы не понимаете, что такое монеты четвертого уровня, то посмотрите это видео. Ссылка на него будет в описании, и сейчас вылезет подсказка. Получается в верхнем правом углу, если я не ошибаюсь. Все монеты четвертого уровня имеют небольшой объем и не очень много ликвидности. И что же с ними происходит? Их начинают пампить. Даже до сотни иксов. Знаете, если вы вложите небольшую сумму, вы сможете получить много денег. Но не забывайте, что нельзя класть все яйца в одну корзину, потому что это очень опасно. Потому что большинство из них, вероятно, обвалятся. Да, именно так. Но если это только 10 долларов, то просто вложитесь. Это же всего лишь 10 долларов. Большое спасибо за это, да Винчи. На самом деле, я смотрю на альткоины и вижу, что общий объем упал. Что говорит нам о большом риске покупать сейчас. Поэтому убедитесь, что вы действительно уверены в своих действиях, чтобы не угодить в схему пампи-дампа. На самом деле, да Винчи говорит о том, что нужно вложиться до этого пампа. Да, я использую стратегию пожилой женщины. Каждый раз, когда инвестиция растет, продаю. Не зацикливайтесь, мол, я еще немного подержу, оно же растет. Вы должны продавать, когда видите прибыль, иначе будете холдить всю жизнь. Вы видите наличку. Как говорится, спасибо за просмотр и спасибо, да Винчи. Увидимся в следующий раз. А меня зовут Богатейший Ди. Ребята, подписывайтесь на канал, ставьте лайки или дизлайки, комментируйте, делитесь видео с друзьями и обязательно богатейте. До скорого. Редактор субтитров А.Семкин